Группа молодых фотографов отправилась в лес около озера в Нагпуре, центральная Индия, чтобы снять красоты природы. Ребята фотографировали птиц и очень надеялись хотя бы издалека подсмотреть за жизнью диких волков. Свернув на одну из тропинок, Танай Панпали и его друзья остановились. Они увидели волка, но вовсе не в том виде, на какой рассчитывали. Это бедное животное было худым, как щепка, а его голову венчал пятилитровый баллон. Стало ясно, что из-за своей беды волк не мог нормально питаться вот уже много дней. Известно, что индийские и азиатские волки находятся сегодня под угрозой исчезновения, и часть из них погибает именно по вине людей. Вот и этот бедняга в поисках еды засунул голову в контейнер, а высунуть уже не смог. Он бродил по лесу, не имея возможности охотиться или наблюдать за опасностью вокруг. Надо сказать, что все это время другие волки из его стаи издалека наблюдали за собратом, но близко к нему никто не подходил. Молодые люди поняли, что оставить зверя в таком состоянии они не имеют права. Сделав несколько подтверждающих фото, парни позвонили в лесной департамент и попросили о помощи. А пока волонтеры собирались и добирались до места назначения, Танай с друзьями бежали за волком, чтобы не потерять его из виду. Так, следуя за животным по пятам, люди провели более двух часов. Они спасли его от жалкого конца. Ребята три часа бежали за худым индийским волком с баллоном на голове. «Мы немного боялись, потому как нас было всего трое, а волков в общей сложности около десяти», — рассказывает 26-летний фотограф и по совместительству бухгалтер Танай. Однако мы не переставали бежать за ними. Чуть позже подтянулись спасатели и организовали ловушку. Связав волку лапы, зоозащитники освободили его голову от пластиковой банки, а после стали поливать его тело водой, чтобы снизить температуру, стояла жара. К счастью, у потерпевшего не оказалось никаких травм, поэтому его сразу же отпустили на волю. Зверь постоял немного и побежал к своей стае. Ему повезло, что в том контейнере были дырки, которые давали волку возможность дышать и пить воду. И скорее всего, это помогло ему выжить, — говорят волонтеры. В общей сложности вся акция спасения заняла около трех часов. «Я бы хотел обратить внимание людей на то, что пластиковый мусор, как никакой другой, вредит природе, подводит итог Танай. Если бы в индийских деревнях не бросали пластиковые канистры и пакеты где попало, звери не попадали бы в ловушки. Пусть эти фото увидят как можно больше людей по всему миру, ведь эта проблема есть во многих странах». Присоединяемся к этим словам. Никогда не стоит забывать о том, какой мир мы подарим нашим будущим поколениям.